Пока зал ожидания пуст, но работники вокзала говорят, что ко времени отправления электрички он набивается битком даже зимой. С началом дачного сезона пассажиропоток обычно увеличивается в разы. На чем, если не на электричке? Похоже, скоро ответ на этот вопрос придется искать пассажирам пригородных поездов. Дело в том, что их количество планируют сократить. У меня нет возможности ни на чем добраться, кроме электрички. Ни на автобусе, нигде. Работают все в городе, а живут от Данилова. Пол Данилова здесь работают. Считаю, приехали в 5 часов утра, приехали сюда, затем ночью, вечером, допустим, до 8 до 9 работают, обратно едут. Это, считаю, они здесь в городе живут. Как же им домой ездить? А хозяйство? А жизнь домашняя? Как? Это ненормально жить. Весь пассажиропоток в области сейчас обслуживает 58 электричек. Сократить их и без того небольшое количество решено из-за финансовых проблем с пригородной компанией. Ведь пассажиры реально оплачивают лишь часть проезда. Экономически обоснованный тариф – это, собственно, себестоимость перевозок, так называемая. Эта себестоимость оценивается РЭК Ярославской области и на сегодня она составляет для компании, по нашим расчетам, 63 рубля за 10 пассажиров километров. Тариф для населения установлен на уровне 16 рублей за 10 пассажиров километров. Разница возмещается из региональной казны. В этом году на эти цели в бюджет заложено 19 миллионов. И это лишь малая часть от необходимых средств. Мы должны все взвешенно оценить, потому что действительно оплачивать убытки частной компании, аренда которой подвижного состава от ООАО РЖД заключена, то есть практически некая аффилированность просматривается. И в отсутствии прозрачности методики учета расходов мы считаем, что это неэффективное расходование областных средств. А ведь с пассажирской компанией еще не рассчитались за прошлый год. Для этого в бюджете необходимо изыскать порядка 200 миллионов рублей. С 1 апреля мы приводим в соответствие стоимость для граждан доступного тарифа по перевозкам 20 рублей за зону. Это 10 пассажирокилометров, что соответствует автомобильным перевозкам. Столько же сейчас платят за проезд в электричке в соседних Иваново и Костроме, Вологде и Владимире еще на 2 рубля больше. Количество рейсов пригородных поездов в регионе планируют сократить. Часть из них заменить автобусными. Это позволит сэкономить в бюджете региона больше сотни миллионов рублей в год. Екатерина Бубнова, Денис Лосев. День в событиях.